Время спорта на первом Эксклюзив от футбольного клуба «Шериф» Леонид Кучук на предматчевой тренировке юношей Аксель, Луц, Флип и Каскады. В чем отличие? Спросим фигуристов Мы начнем с международных побед. Приднестровские кикбоксеры вернулись из Хорватии, где прошел один из этапов Кубка Европы «Вакл Карловац Оупен» На счету наших кикеров три бронзовые медали и все в разделе «Киклай». Завоевали Максим Вноченко в весовой категории до 84 кг среди взрослых, Данил Максименко в весовой категории до 32 кг среди младших школьников и Дмитрий Венгер в весовой категории до 37 кг тоже среди младших школьников. И два золота. Кирилл Сопрыгин победил в весовой категории до 28 кг среди младших школьников в разделе «Киклайт», а Владимир Караман стал чемпионом в весовой категории до 75 кг в разделе «Лоу Кик». Владимир у нас сегодня в студии. Здравствуйте, Владимир. Знаем, что только ночью буквально вернулись, да. Мы поздравляем вас с этой победой. Это вот первое ваше такое достижение? Да, первое. Первый раз ездил на таком штаба соревнования и успешно. Как настраивались? Все-таки уровень действительно высокий. Что нужно сказать себе, чтобы выйти на ринг и правильно настроить себя на бой? Ну, тренер правильные слова подобрал, настроил меня. Правда, его не было рядом, но по телефону, по контакту все переписались. Соревнования были масштабные. В этом году свыше двух тысяч с половиной участников из 29 стран. Чем запомнился этот турнир? Очень много людей было. Разговаривали себе на непонятном языке. Ничего не понятно было. И хорошие результаты были. И бойцы хорошие приехали. Первые номера разных стран. То есть сильнейшие, да? Сложно, да. А приходилось общаться с иностранцами? Приходилось. Как? С трудом. Ну, а как понимали друг друга? На английском. Я с ним разговариваю. Ну, вообще, вот, если взять вне ринга, какая там атмосфера между спортсменами? Хорошая, дружеская. То есть все решается только в ринге, да? Да. В остальное время все друзья и... Вот помимо кейбоксинга мы знаем, что вы еще увлекаетесь хобби. Вот это скажите нам. Да, увлекаюсь. Готовлю. Повар-кондитер. Учусь на последнем курсе. Разные, да? Занятия. Повар-кондитер. Но вот спортсмена можно сладкое? Иногда можно. Когда никто не видит, да? Надо же попробовать свой шедевр. Ну, вы пробуете. Конечно. Главное, чтобы тренер не знал. Я хочу отметить, что очень красивый кубок. Практически вот земной шар. Ваши вот эмоции, когда вам его выручали? Очень был рад, потому что первая победа такая. Кого вы одолели? Хорвата и казаха. Хозяева, да. Вообще, вот это вот как раз хозяева турнира, хорваты, они как в организации всегда, да, блистают, так и в ринге. Но когда настраивались на соревнования, все-таки вот кого из соперников выделяли именно как самых сильных конкурентов? Хорваты были. У меня весовой категории был казах и два хорвата. И вот хорваты были самые такие. И как раз им на финал, да? Да. Ну, это, наверное, еще более приятно победить хозяина ринга. Какие у вас дальнейшие планы на этот сезон? Куда дальше планируется? Сейчас будет чемпионат Переднестровья, готовимся на него и дальше Европа. Спасибо вам большое. Желаем вам успехов, хороших результатов, достижений, чтобы эта награда была не единственная. Да, чтобы ваша коллекция пополнялась, да, все новыми и новыми из разных уголков мира. Спасибо. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Спасибо. В эти выходные наши спортсмены блистали и на Балканских играх. Чемпионат прошел в Стамбуле 9 февраля. И стоит отметить, что в этом году было рекордное число участников. Конкуренция очень высокая. То есть чемпионат был такого сильного уровня. И причем присоединились даже спортсмены из Азии, что было впервые. В составе сборной выступили 4 приднестровских легкоатлета. Это Юлиана Добижа, Анна Карамануца, Елизавета Морарь и Яна Гараева. Если говорить о результатах, то на пьедестал наши девушки, к сожалению, не поднялись, но отметились в рейтинге. Юлиана Добижа стала первой, а Анна Карамануца четвертой. Елизавета Морарь, которая впервые участвовала в международных соревнованиях, вошла в восьмерку лучших спортсменов. Барьеристка Яна Гараева на балконе Адзе выступала в гладком веге на 400 метров. Это не ее коронная дистанция. Обычно девушка бегает с барьерами, но по результату она выполнила свой обычный норматив. Отдыхать нашим спортсменам некогда. Уже активно ведут подготовку к чемпионату Европы. Отбор состав сборной пройдет в мае на республиканском первенстве. Тем временем зимнее межсезонье первой команды шерифа продолжается и весьма активно. Во-первых, ряды желто-черных пополнил камерунский нападающий Анатолий Абанк. Футболист с богатой не только европейской, но и американской историей. А во-вторых, в субботу желто-черные провели очередной контрольный матч. Соперник ФК Кагул из дивизиона А. Счет 5-0. В первой половине встречи отличились Андрей Лукич и Франко Станьеда. А во второй хет-трик оформил Петер Уилсон. И вот еще интересная деталь, как и в матче с «Динамо Авто» тренер футбольного клуба «Шериф» Зоран Зекич в каждом тайме выпускал на поле разные составы футболистов. Следующая контрольная игра против бендерской цигины уже завтра. Так же желто-черные завершат первую часть подготовки к сезону. А в пятницу наша команда отправится в Турцию, где проведет двухнедельные сборы. Между тем юношеская команда готова победить сербскую цервеную звезду в Лиге чемпионов. Это дали понять желто-черные сегодня на открытой предматчевой тренировке. Эксклюзив с тренировочного поля «СК «Шериф»» подготовила наша коллега Юлия Саракапут. Ностальгия, можно сказать. Не один год прожили вместе с «Шерифом». Будете завтра следить за нашим юношем? Ну, для этого приехал. Кстати, я в прошлом году был именно в клубе «Сервена звезда» и смотрел школу. И первую команду. Мне сейчас интересно будет сравнить, скажем, две школы подготовки. Поэтому сам матч, думаю, будет очень интересным. А так, навскидку, что общего между нашими академиями? Ну, скажем так, наша академия, она чуть побольше, чуть пошире. Там академия чуть побольше может быть географии. Видел разные школы. В прошлом году я вообще проехал пол-Европы и смотрел разные школы. Италии, Сербии, Словении. Наши не уступают? Ну, это всегда футбольное поле показывает, уступаешь ты или не уступаешь. Когда футбольный клуб «Шериф» сможет зарабатывать на юношах? Как думаете, возможно это в нашем регионе? Ну, скажем так, это возможно. Но нужно учитывать, что Сербия немножко ближе туда, к Европе. И там уже такой, скажем, исконно такой футбольный край. И там очень много агентов, очень много школ, очень много футболистов. Здесь вот мы чуть-чуть уступаем в количестве школ, ну, скажем, профессиональных таких школ, в количестве клубов, наверное. Это играет большое значение. Ну, и естественно, большое значение играет еще рейтинг твоих сборных. Хотя «Шериф», скажем, уже известный такой бренд, известный марк, к игрокам «Шерифа» всегда присматривается, скажем так, видят их. Шатам Ахарадзе очень засекреченный товарищ, он ни в какую не хочет давать интервью, может быть, в суеверие. А вот вы бы как тренер, какую тактику бы предпочли завтра? Я бы точно так же, как и он, не давал интервью. Вот Важа знает, это даже, это он тренируется на знаменитом поле, где мы с этого поля, скажем так, впервые попадали в Лигу Европы. Это счастливое поле. Номер бы его немножко поменял сейчас. На какой? Я уже так, ну, не важно, все после игры говорится, а до игры не надо ничего говорить. Правильно, значит, завтра ждем футбольного счастья и 1-й восьмой, да? Ну, будем надеяться, нужно, как говорят, хорошо постараться и главное, чтобы была удача на нашей стороне. Это еще один из самых главных компонентов. На спорткомплексе «Шериф» продолжает подготовку к мини-футбольному сезону и наши авангардисты. В эти выходные сделали упор на игровые схемы и провели контрольную двухсторонку. Главного тренера Петра Васильевича Люленова больше интересовал не результат, а как наши футболисты взаимодействуют на поле и выполняют свои прямые задачи. Тренер, кстати, следил за игрой не с кромки, а сам активно участвовал в процессе. Что из этого получилось? Давайте посмотрим. Гребый будет верным! Главного тренера всей команды от меня, от технического директора, поздравляем с вами обновления Андрея Балигряновича. Валя, ты лучший! Вместе с ним! Сегодня у меня была запланирована двухсторонка, независимо от соперника или без соперника. Поэтому мы не будем отклоняться от мировочного процесса. Техничных защитников нам не надо. Нам нужно хорошо, чтобы они оборонялись и отбирали мяч. Давайте делать то, что вот я вам говорю. Поднимая мяч, не надо оборонить так. Ничего не получится, если мы не будем выполнять. То, что там беговые, все это мы выполняем нормально. Лучшее самое главное. Свою физику использовать на поле. Артем, ну каково от Балигаря пропускать-то? Это феерически. Ну вообще тяжелые атаки. Да. Андрюша все-таки держит в тонусе. Он может, да. Да, думаешь, так же будет и других? Вот такие вот бывают последствия от атаки глыбы Балигаря, да? От его ударов, да, вот такое бывает. Мы слышали просто в вашей установке, что играется не на результат, а на как бы сплоченность команды, отыграть все вот эти тактические схемы. Как вот по итогу? Ну, по итогу, честно скажу, пока не совсем доволен, потому что отсутствует много игроков, которые должны быть в этой схеме. И поэтому не все получалось сегодня так, как я задумал. Ну вот мне кажется, у игроков, вот особенно в атаке, вот взять Балигаря, Рому, да, Биланова, у них более такая агрессивность в какой-то момент сыграет. Это хорошо или плохо? Нет, ну, ихняя задача такова, чтобы все время держать под напряжение защиту нападений противников. Единственная вот пара, которая более-менее... Нет, да, отрабатывал то, что и надо было. Тренер похвалил вашу вот эту связку, Биланов, Балигарь. Оборона, что по поводу обороны? Оборона, в обороне у нас тренер играл, это самая лучшая оборона вообще в истории Амалиги. А оборона другой команды? Тоже достойно играл, но в одном темпе бегать не каждый сможет, особенно... Хотя у нас тренировки... И тем более 50 минут. 50 минут, да, хотя у нас, когда тренировки начались, все на физику. Надо соперники, ну, другие команды, потому что между собой где-то не добежишь. Своих жалко? Ну, да, бывает, где-то уберешь ножку, где-то не добежишь, знаешь, на что... Где-то посоветуешь, не добежишь. Да, 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 способность игроков знаешь, где-то он не добежит. Метание гранаты, перетягивание каната и военизированная эстафета – все это военно-спортивный праздник. Он прошел на республиканском стадионе. Выступали силовые ведомства Приднестровья и оперативная группа российских войск. По итогам силового троеборья сильнее всех оказалась команда Министерства внутренних дел. Это их уже 12-я победа. Также были показательные выступления. На стадионе в Террасполе стреляли, захватывали боевиков и даже устроили реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны. 23 февраля наш канал покажет полную версию военно-спортивного фестиваля. А пока мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты показательных выступлений. И военнослужащие подразделения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Цель вашего резина – транзитный резина. Ивлите оружие, боевые пассы, наркотики и другие запрещенные диапровозы, предметы. Нет, ничего такого. Откройте багажник вашего автомобиля, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Противник уничтожен, документы закреплены. Задача выбрана. А этот год – год двух очень больших и значимых юбилеев для нашего народа. 75-летие победы в Великой Отечественной войне, 30-летие, 30-летие образования Приднестровской Молдавской Республики. Наша обязанность, наша святая обязанность – сохранить память о подвиге советского солдата, защитника Приднестровья и, конечно же, солдате Российской Федерации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта победа сегодня 12-я в истории тех соревнований, мы единожды уступили, наверное, уступили по чистой случайности, сделали выводы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а теперь поговорим о гонболе. Стартовала вторая половина чемпионата Молдавии. Наша команда ПГУ, Картина ТВ и Кишиневский Олимпус набрали одинаковое количество очков, их теперь 18, но за счет заброшенных мячей наша команда лидирует. За бронзу ведет борьбу клуб из Чобруч, Колос, его главный конкурент Кишиневский, Лирбс. Команды встречались в эти выходные в рамках 11-го тура. Смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Центральный матч тура. Битва прямых конкурентов за бронзу. Чобручский Колос против Кишиневского клуба Лирбс. У команд абсолютно одинаковый результат – 10 очков. Каждая победа на вес золота. Ну, скажем так, наш соперник очень, опять же, молодой, но очень перспективный, быстро развивающийся. По личным встречам равенство 1-1. Этот боединок стал во многом определяющим битве за бронзу. Шансов больше у Приднестровского клуба. Как и показала игровая практика, дома нашим везет. Не останавливайся. Раз, раз, два, три. Чобручий! Итак, преимущество хозяев поля очевидно. В двух таймах подопечный Юрия Ермурати они оставили шансов своему визави. Как итог – 24-36 победа Приднестровской команды. Колос на один шаг ближе к бронзовым медалям. Игра тяжелая была. Перерыв был небольшой. Игра тяжелая была очень. Наш прямой конкурент за третье место. И мы у нас в пополнении в составе прибыло. Ушли. Травму получил Маруха. Миша ушел по устрене. Ушли много игроков. Обновились нормально. Для первой игры нормально. После перерыва. Чобручский клуб закрепился в тройке лидеров. Впереди еще полсезона. А пока команда готовится к Приднестровскому дерби. Колос примет действующего чемпиона Тираспольский клуб ПГУ «Картина ТВ». Встреча состоится в первый день весны. Волейбольным чемпионатом скоро матчи финальной серии. Уже известно, кто вышел в плей-офф. Мужские клубы определили четверку сильнейших в прошедшем туре. Решающий для себя поединок провел Тираспольский клуб «Динамо МВД». В соперниках был лидер чемпионата УСМ «Олимп». И тем не менее на старте наша команда была уверенней. 25-22 в первом сете. Мы не слабее. Я считаю, что даже по людям сильнее. Но как-то у нас так все игры не срастаются. Нет командного духа. Вот и все. Все в области психологии. Навязать свою тактику далее не получилось. 1-3 терраспольчане уступили в матче и завершили чемпионат на пятом месте. В финальной стадии вместе с молдавскими командами сыграет Бендерский СКА. Наш клуб пока на четвертой строчке. Впереди гагаузская аспиранца «Динамо» и УСМ «Олимп» из Кишинева. Но в женском чемпионате также определились лидеры и аутсайдеры. Наши команды «Динамо Глория» и «Тигинов» тройки сильнейших. Уступаем пока только «Динамо МАИ». А вот кто из наших клубов впереди выясняли в Приднестровском дерби. Принципиальный поединок прошел в Тирасполе. Смотрим. Впереди плей-офф по разные стороны сетки. Тираспольская «Динамо» и бендерская «Тигина». Проверить соперника перед финалом и не выложить главный козырь. Задача непростая, но вполне выполнимая. Впереди битва четырех. Любая игра важная. Игровой опыт и повышение своего мастерства. Проверить соперника. В финале могут встретиться эти две команды. Поэтому почему бы не проверить. Обе команды на поле в экспериментальном составе. У «Тигина» отсутствует основной игрок. Связка Татьяна Гробовецкая. Но зато вернулась в строй Юлия Яковина. В «Динамо» по причине травмы тоже не досчитались лучшие диагональные. Ларисы Селемет. А на площадке мы увидели нового «Либера» Анну Бучкову. К таким перестановкам соперницы адаптировались лишь в конце первого сета. 25-23 лучше получилось у «Динамо». В этот раз очень хорошо. В «Бендерах», к сожалению, мы проиграли. А тут мы у себя на поле выигрываем. Они показывают хорошую группу. Все получается. Ждем победы от них. Игра боевая. Девочки наши стараются, бендерчане. Они будут все равно лучшими. Это безусловно. Но и во второй партии игровая система «Тегины» дала сбой. Посыпались невынужденные ошибки. Характер и настроение бендерчанок тоже оставляли желать лучшего. В результате провал в концовке сета и 25-16 в протоколе матча. Во-первых, зал не очень удобный. Во-вторых, пол очень скользкий. В-третьих, мы были не очень готовы к этому, потому что мало тренировок, мы не наигрованные. В-четвертых, мы не боролись. Причин оказалось немало, но хозяек в этот день, похоже, все устраивало. Терраспольчанки нашли свою игру и ключ к обороне соперниц. С азартом и чемпионскими амбициями. 3-0 в принципиальном дерби. Именно сегодня я бы отметила всю команду. Потому что именно сегодня мы были одной командой. Мы помогали друг другу, где ошибались, исправляли ошибки. Где было хорошо, мы играли в удовольствие. Поэтому сегодня мы действительно были командой. Да, можно рассказывать, что зал неудобный, что солнце светило. Много можно придумать причин. Но нужно всегда уважать себя, свое мастерство. Если ты вышел на площадку, покажи, пожалуйста, то, что ты умеешь. А отстоять это может любой. Итак, наши команды в плей-офф чемпионата Молдавии. В решающих матчах они разыграют путевку в финал. Кому достанется золото, узнаем скоро. Фигуристы спортивного клуба «Аксель» призеры чемпионата Львова. Наша команда завоевала пять медалей. Чемпионами стали Нелли Грошовкина, Юлия Любчак, Диана Скрипник, серебро у Сергея Трофимова, а бронза у Николеты Великаненко. Сейчас наши спортсмены готовятся к чемпионату Одессы, а пока проводят тренировки на ледовом катке «Снежинка». Перед стартом фигуристы клуба «Аксель» приняли участие в нашей рубрике «Вопрос-ответ». Чурбанова Ольга Борисовна, тренер по фигурному катанию. Меня зовут Грошовкина Нелли, я фигуристка спортивного клуба «Аксель». Меня зовут Даша Дроздова, я фигуристка. Я стрелец Николь Сергеевна, мне пять лет. Моё хобби – это фигурное катание, и это даже не хобби, а вся моя жизнь. Фигурное катание. Моя любимая еда – это рис. Курица. Бананы. У меня очень много любимой еды, но в основном это японская кухня. Любимая музыка «Зацепила». Основных предпочтений нет, главное, чтобы это было что-то современное. Квин. Мой любимый фильм – это связанный с фигурным катанием фильм, всем известный. Лёд. Книшарики. Лунтик. Евгений Плющенко. Ягудин. Моя любимая фигуристка – это Софья Самодурова. Ирина Роднина. Шлафи – гурное катание. У меня лучшие достижения – второе место. Медаль на первенстве в Курской области. Золото на чемпионате Львова. Моя мама. Тоже мама. Меня верят мой тренер, мои родители, мои друзья. Муж, сын и мои воспитанники. Одиночная. Короткая. Короткая. Ну, короткая. Произвольная. Кто учитель начальных классов? Рисованием. Гимнастика. Ничего, только фигурное катание. В Бендерах прошел турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера Ильи Иванова. Мастеру спорта Советского Союза соревнования посвящают уже в седьмой раз. Цель турнира, прежде всего, получение мастерства спортсменов, укрепление дружеских связей и специализацию греко-римской борьбы среди молодежь. Всего 200 борцов. Это классики из Приднестровья и Молдавии. Греко-римской занимаются два года. Для большинства из них это первые соревнования. Мне не дают показать, что я могу бороться. Спортсмены разыграли 20 комплектов наград. Четыре золота выиграли хозяева ковра, бендерчане. Столько же побед у терраспольчан. Здесь в Бендерах планируют провести еще один турнир памяти. На этот раз воинов-афганцев. Он состоится в мае. И в конце передачи факт из истории. В этот день, 11 февраля 1928 года, впервые в программе Олимпийских игр, прошли соревнования по скелетону. Первым чемпионом в этом виде спорта стал американец Дженнисон Хиттон. Его младший брат Джон Хиттон завоевал серебро. Имя следующего олимпийского чемпиона пришлось ждать 20 лет. Официально и окончательно в олимпийскую семью. Скелетон вошел в 2002 году. У нас на сегодня все. Занимайтесь спортом. Это здорово и модно. Увидимся ровно через неделю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова